В эфире выпуск международных новостей в студии Жанна Мамилова. Здравствуйте! Сегодня выпуски. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Практически всю ночь они провели на 30-ти градусном морозе. Всех пассажиров отвезли в соседний поселок. Медицинская помощь никому не понадобилась. Холодный антициклон пришел в республику из Сибири. В некоторых областях температура падала до минус 40. Спасатели закрывали трассы. В аэропортах отменялись десятки рейсов. Не ходили поезда. Британскую девочку Ванилопу Хобб Уиткинс после 14 месяцев лечения выписали домой. Малышка родилась с сердцем снаружи грудной клетки. Ей сделали три успешные операции, после чего перевели в больницу Ноттингема, передает НТД-ТВ. Наоми и Дин узнали о пороке сердца у будущей дочери, когда та еще была в утробе матери. Прерывать беременность наотрез отказались. Врачи стали готовить план по спасению ребенка. На сроке 35 недель маме и девочке сделали кесарево сечение. В родильном зале присутствовало полсотни врачей и медсестер. Через 50 минут после появления малышки на свет хирурги провели операцию. Девочка стала первым в Великобритании ребенком с октопией сердца, который выжил. Родители рады, что их дочь наконец-то дома. С октопией сердца рождается 7-8 детей на миллион. Обычно с таким заболеванием умирают в первый год жизни. Операции могут продлить жизнь. 81-летний Алексей Бороздин из Новосибирска преподает музыку детям с нарушениями слуха и речи. Передает РТ. После занятий с педагогом ученики, которые раньше были глухими, начинают различать звуки, затем произносить слова и, наконец, петь. Через эти уроки прошли сотни детей. Учитель берется даже за безнадежные, на первый взгляд, случаи. Благодаря многолетней работе с Бороздиным, один из его подопечных, потерявший слух в раннем детстве, сейчас живет полноценной жизнью и ходит в обычную школу. Роботы уже многое умеют, но теперь в их арсенале есть еще одно искусство – катание на коньках, сообщает BBC. Роботы, собранного из напечатанных на 3D-принтере модулей, снабдили только информацией о том, как лезвие конька ведет себя на льду. Зная это, робот стал сам разбираться, как ему двигаться и какие инструменты использовать, ведь он может адаптироваться к любому ландшафту. Роботы сами решают, сколько конечностей использовать. Разработчики считают, что скоро роботов можно будет собирать как конструктор лего и обходиться без программирования, чтобы оживлять их. Ученые собираются использовать такие машины для поисково-спасательных операций и других видов помощи людям. Первая ежегодная конференция межконфессиональной организации «Горящие» состоялась в Толедо, Испании в начале февраля. Около 750 женщин из Испании, Германии, Аргентины, США, Гвинеи и Марокко собрались для участия в конференции, тема которой – наша миссия принести его царство. Спикеры вдохновляли христианок иметь веру, которая выходит за рамки, как у женщины, которая прикоснулась к одежде Иисуса Христа. Мы должны понимать, что Бог работает с нами, как с сосудами, которые вернулись обратно в дом горшечника для восстановления. На конференции прошли семинары на самые разные темы – внутреннее здоровье, его царство через молодость, его царство для тех, кто не знает его, крещение Святым Духом, его царство в воспитании детей, изучение Библии с помощью технологий. В воскресенье состоялась дискуссия на актуальные темы, такие – как сломать предрассудки молодежи по отношению к христианам, использование социальных сетей, роль церкви в отношении идеологических тенденций, которые нас окружают. Стоялось первое в нынешнем году заседание Координационного межконфессионального совета при законодательном собрании Иркутской области. Передает Бог Ньюс со ссылкой на пресс-службу Церкви христиан Веры Ивангельской «Слово жизни» города Иркутска. Одним из ключевых докладов повестки заседания Совета было представление проекта акции «Семейный марш», приуроченного к Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Владимир Сладков, исполнительный директор регионального объединения Церквей христиан Веры Ивангельской Иркутской области, рассказал об опыте регионов проведения подобных акций, целях и задачах, среди которых популяризация и поддержка традиционных семейных ценностей, традиционные для России модели семьи, повышение статуса и престижа многодетности, нацеленность на усыновление и снижение количества абортов. Проект и инициативы были с энтузиазмом поддержаны и утверждены Советом. Один из депутатов областного законодательного собрания предложил возглавить Оргкомитет по подготовке праздника. К участию планируется привлечь муниципалитеты, местные НКО, общественные организации и национальные культурные центры. Служители миссии «Гидеон» за круглым столом подвели итоги прошедшего года и поделились свидетельствами Божьей славы. Подробности в репортаже наших коллег. В Пинденской Евангельской церкви «Живая вера» состояла встреча отряда «Пенза-центр международной миссии «Гидеон». Такие собрания уже стали традиционными в начале года, где служители миссии за круглым столом подводят итоги прошедшего года, делятся свидетельствами Божьей славы во время миссии, решают насущные вопросы, а также намечают стратегию развития и служения на наступивший год. Служение миссии «Гидеон» — это замечательная возможность каждому человеку послужить Господу, каждому человеку вовлечься в служение благовестия. Это буквально рука, протянутая Господом в этот мир. Я хотел бы вдохновить каждого, кто участвует в этом служении, или, может быть, еще пока не участвует. У каждого есть возможность присоединиться, возможность поучаствовать в этом замечательном служении. Я очень рад, что за этот год мы распространили более 7 тысяч Евангелий в нашем городе. Слава Богу, что мы можем нести Евангелие людям, и пусть наше служение развивается. В этом году встречу международной миссии «Гидеон» в Пензе посетили блюститель по Поволжскому региону Андрей Чепрасов и блюститель по Южному федеральному округу Виктор Ремезов. В завершении встреча состоялось принятие новых членов команды «Миссии Гидеон» города Пензе. А также все присутствующие совершили молитву за успешную работу миссии в новом 2019 году. Огромная честь участвовать в этом служении, когда ты идешь и даришь людям Евангелие, через которое они узнают о Господе, через которое они принимают спасение, приходят в церкви. И мы сегодня слышали множество свидетельств о том, как Господь через эти маленькие книги, через эти маленькие Евангелия меняет жизни людей. Сегодня я вступил в ряды «Миссии Гидеон Пензе». Я рад, что буду нести Евангелие людям. Очень рад тому, что посетил город Пензе, и в очередной раз была встреча с ребятами. И рад тому, что Слово Божие распространяется в городе Пензе, продолжается этот труд. Пусть Бог благословит отряд города Пензе и даст им еще больше успехов в труде на Божьей Неве. Дарья Нуждина, Павел Шишкин, медиагруппа «Живая вера» специально для ТБН. На этом у меня все. Смотрите больше новостей на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч.